Кто они? Герои Отечественной войны 1812 года. Вот еще одна история. В Эрмитаже, в Санкт-Петербурге, есть галерея портретов офицеров и воинов, воевавших в 1812 году. Большая часть этих портретов принадлежит кисти английского художника Джорджа Доу. Эту военную галерею начали создавать почти сразу после окончания Венского конгресса. Важным условием создания таких портретов было участие претендентов в боевых действиях против наполеоновских войск в генеральском чине, либо производство в генералы вскоре после окончания войны. Среди портретов в военной галереи Эрмитажа, конечно, мы находим большой портрет Михаила Кутузова. В начале войны 1812 года Кутузов находился в Петербурге для руководства петербургским ополчением. Но позже, в августе 1812 года, Александр I назначил его главнокомандующим русской армией. Именно Кутузов принял решение дать французам бой на Бородинском поле в августе 1812 года. Именно он приказал оставить Москву. Именно благодаря его стратегическому планированию и руководству удалось достаточно быстро, примерно за полгода, изгнать от России сильнейшую армию Наполеона. Михаил Кутузов умер в 1813 году в Силезии во время заграничных походов, не успев увидеть полный разгром французской армии. Похоронен полководец в Петербурге в Казанском соборе. В военной галерее можно увидеть портрет Петра Багратиона. В начале Отечественной войны 1812 года он командовал 2-й западной армией, расположенной под Гродно. Армия оказалась отрезанной от основных сил, и Багратиону пришлось с боями отступать к Смоленску, где он сумел соединиться с 1-й западной армией Барклая де Толи. Во время Бородинского сражения Петр Багратион был тяжело ранен осколком пушечного ядра и отправлен сначала в Москву, а потом во Владимирскую губернию, где спустя 17 дней после ранения умер. Часть русской армии, которая испытала на себе непосредственный удар Наполеона в 1812 году, была 1-я западная армия под командованием Михаила Барклая де Толи. По происхождению он был шотландцем. Фактически в начале Отечественной войны 1812 года, до назначения Кутузова, именно он был главнокомандующим русской армии. На военном совете в Филях он поддержал Кутузова и тоже высказался за оставление Москвы. Во время заграничных походов Барклай де Толи руководил русскими войсками в сражениях под Лейпцигом и Парижем. По окончании войны он получил наследственный княжеский титул от императора Александра I. Умер Барклай де Толи в 1818 году. Его прах был доставлен в фамильное имение в Эстонии и захоронен семейной усыпальнице. История знает и помнит много имен выдающихся военных деятелей. Мы рассказали только о некоторых из них.